Девушки отдыхают Это программа «Дон православный» в студии Андрея Рослы. Здравствуйте! Основные темы выпуска. День памяти апостола Андрея Первозванного. Как чествует святого на Донской земле? Гости из столицы. Всемирно известный режиссер побывал в Донской духовной семинарии. Хоровой флешмоб. Зачем ростовчане пели на главном автовокзале? Имя этого святого неразрывно связано с историей Руси православной. Держнем сказать, что ни один из 12 апостолов так ощутимо не присутствует в истории России, как апостол Андрей Первозванный. В 2013 году в живописном месте на границе Ростова и Оксай был построен небольшой деревянный храм. Сегодня в нем престольный праздник. Сейчас у этого прихода замечательное время. Люди, не имевшие отношения ни к старому обряду, ни к старообрядцам, обычные прихожане обычного храма вживаются в древле православную традицию и открывают для себя в ней иначе, более глубоко особенности русской культурной традиции в православии. То есть мы приходим помолиться, мы переодеваемся, переоблачаемся, скажем, есть аксессуары какие-то, да, там лестовка, та же для молитвы есть подручник. То есть ты уже чувствуешь себя не как в обычной жизни, не как с улицы, конечно, зашел, и ты как-то внутренне духовно к этому подготавливаешься. Но оно и на другую, на последующую, на дальнейшую жизнь тоже все равно влияет. То есть свое сознание пересматриваешь и пересматриваешь свои какие-то внутренние устои. То есть начинаем идти к Богу, начинаем жить так, как, наверное, должны жить. Ну, по крайней мере, стремиться к этому. Если я поверила, я приняла. А бывают люди, которые, ну, трудно им перестроиться. И вот, и, очевидно, в силу своего характера. Вы пока не увидите поклонов, совершаемых одновременно, не услышите идеально стройного пения. Но эти люди по крупицам собирают свою историю и проживают ее. Вот это вот наполнено знаменным пением, именно молитвой, богообщением и неограниченность. Такая вот бесконечность и вечность для знаменного пения характерно. Вот это длинное песнопение, длинное, растяжное. Оно порой даже возникает ощущение безвременности, что оно никогда не кончится. И в то же время оно имеет свою красоту, может быть, не яркую, но очень глубокую. Вот нас это очень привлекает, и мы стараемся опознать эти глубины этого пения. Прихожане храма апостола Андрея Первозванного осознанно идут этим путем. Мы по благословению нашего владыки Меркурия и по благословению Патриарха Московского сия Руси Кирилла занимаемся, так сказать, реконструкцией древних благослужений. То есть мы в нашем храме службы проводятся по древнему чину, чину, который совершался до XVII века. Ведется колоссальная работа, интересная и кропотливая, но, наверное, самое главное – это своего рода проверка для всех входящих в этот храм. Экзамен на умение отделить обряд от сути православной веры и понять, что является ключевым, неизменным, а что меняется, обогащается особенностями нашей культуры, традиции, научиться ценить то, что ценили наши предки. На самом деле неожиданно. Я, конечно, ожидал увидеть более традиционную службу. Может быть, это даст какую-то новую ноту, новую жизнь вдохнет в возрождение духовности, даже не столько духовности, сколько культуры, культуры посещения храма и культуры общения, духовного общения у людей. Поэтому, может быть, это будет полезно. Попутешествовать во времени и прикоснуться к ожившей истории смогла Марьяна Баштава и Константин Яковлев. Телестудия «Дон православный». А сейчас мы передаем слово нашим коллегам из Шахтинской епархии. Там тоже есть храм в честь святого апостола Андрея Первозванного. 13 декабря – одна из главных дат в Шахтинской епархии. Событие этого дня радостное и ожидаемое. Престольный праздник отметил приход храма в честь святого апостола Андрея Первозванного в Миллерова, втором кафедральном городе епархии. Это событие собрало не только полный храм прихожан, но и духовенство нескольких благочиней. Для молитвенного поклонения верующих на средину храма была вынесена храмовая икона святого апостола. Ради престольного праздника настоятель храма постарался, чтобы это событие стало запоминающимся не только для постоянных прихожан, но и для гостей прихода. Когда сердце наполнено духовной радостью, то и мороз на улице не кажется препятствием. После литургии духовенство и прихожане совершили крестный ход вокруг храма. По благословению епископа Шахтинского Эмиля Раскова Симона, секретарь епархии Иересия Меон Есин вручил архиерейские грамоты прихожанам за активное участие в жизни прихода и помощь в организации мероприятий. После этого торжественного момента священник поздравил всех со знаменательным днем и обратился с проповедью. Все мы едины, все мы единое тело Христово, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это тот праздник, когда все мы объединяемся под кровом храма. Все мы возносим свои молитвы о том, чтобы православная вера сохранялась и приумножалась. И дай Бог, дорогие братья и сестры, чтобы вот это чувство единения, когда со многих приходов, с разных концов в епархии, России или церкви, неважно, собираются люди под свод одного храма для того, чтобы вместе помолиться. Вот дай Бог, чтобы вот это чувство единения, чувство христианской любви пребывало со всеми вами. После службы все, кто пришел в этот праздничный день в храм, были приглашены на угощение. В Кафедральный собор покрыва Пресвятой Богородицы города Шахты принесена икона Божьей Матери и Бумения горы Афонской. Этот образ написан по благословению епископа Шахтинского и Миллеровского Симона специально к событию тысячелетия присутствия русского монашества на святой горе Афон. Икона будет постоянно пребывать в Покровском соборе, а также будет проведена по всем округам епархии для поклонения верующих. Этот день – еще одна радостная страница истории епархиальной жизни, события которой надолго останутся в памяти православных христиан Шахтинской епархии. В соборную икону встречали духовенство и прихожане храмов не только города Шахты, но и отдаленных от кафедрального города округов. По церковному преданию Божья Матерь, отправляясь в Иверскую землю, плывя на остров Кипр к епископу Китикийскому Лазарю, непогода ей была остановлена на пути и прибыла на Афонский берег. И там Господь открыл ей свою волю, что этот жребий, ее удел, удел Святая гора Афон, где она будет в небесном покровительстве. Дева Мария, которая левой держит игуменский жезл, правой она молитвенно обращается к Сыну Своему и Господу нашему, прося защитить монашествующих, помочь их в трудном и необходимом делании. Главным событием торжеств стала Божественная Литургия, которую возглавил правящий архиерей Шахтинской епархии, преосвященнейший епископ Симон. Далее в сослужении духовенства архиерей совершил чин освящения образа Пресвятой Богородицы. Первописанная икона принадлежит кисти художникам из России. Выходцы из России, находящиеся в Никольском скитье на Святой Афонской горе, келья святителя Николая, выполнили в начале 20 века этот замечательный образ, изображающий Богородицу, стоящую во весь рост на каменистой почве Афонской горы в окружении 20 афонских монастырей. Она является собой игуменью горы Афонской, таинственной, сакральной, защищая и покровительствуя своему уделу Афонской горе. Как складываются отношения между властью и церковью в России? Объективно оценить ситуацию возможно только спустя годы, однако провести параллель с прошлым можно уже сейчас. Генерал-лейтенант юстиции, доктор юридических наук Алексей Величко прочел воспитанникам Донской духовной семинарии лекцию, чтобы будущие священнослужители могли учесть ошибки прошлого и не дали им свершиться в настоящем времени. Подробнее в нашем следующем сюжете. Сегодня в Донской духовной семинарии особенная лекция. В ней светское и церковное переплетено самыми сложными узлами. За кафедрой Алексей Величко, с одной стороны генерал-лейтенант юстиции, доктор юридических наук, с другой – выпускник Донской духовной семинарии. Тема сложная, узкоспециальная, иконоборческий период в Византии. Однако информация актуальна и интересна даже тем, кто не сведущ в делах богословия. Эта мера императора, совершенно обычная для истории Византии, когда императоры вторгались в вопросы догматического вероучения, вызвала неожиданно весьма резкую реакцию со стороны римского папы Григория II, который не замедлил ответить императору целой серии писем. Чем вызвано иконоборчество в Византии в 8-9 веках, и так ли все категорично, как мы привыкли думать? Здесь не просто изложение исторических данных. Алексей Величко приводит разные точки зрения на одну и ту же тему и предлагает аудитории выбрать для себя наиболее логичный вариант развития событий. В аудитории не только студенты богословско-пастерского и иконописного отделений, но и преподаватели семинарий, даже гость из столицы – режиссер с мировым именем Владимир Меньшов. Он возглавляет Общественный совет по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы. Потому и тема взаимоотношений церкви и власти ему близка. Эта тема возникает все время по инициативе диссидентов, что вот чего-то церковь не дает, притесняет, не разрешает. Это, мне кажется, явно надуманные и привокационные люди. Мне кажется, что это необходимо, присутствие церкви в нашей жизни необходимо, потому что сейчас других способов воздействия на духовную жизнь людей в общем нет. Почему же государственный служащий вдруг заинтересовался вопросами икноборчества, да так, что стал читать лекции на эту тему? На этот вопрос доктор юридических наук отвечает просто. Правоведение, которое существует, оно должно изучать условия существования государства, формы государства, за вношение политической власти с религиозными организациями. Я ровно еще там не выхожу за пределы своей специальности. Уж если мы хотим говорить о теории государства, о теории права, о истории политических учений, то, наверное, нужно ориентироваться не на умозрительные доктрины, выдуманные нами, а на тот исторический опыт, который человеческое общество создало на протяжении тысячи лет своего существования. Почему мы его игнорируем? Это, честно говоря, для меня загадка. Загадка – это и для профессорско-преподавательского состава Донской духовной семинарии. Если студенты пока еще не готовы уточнять некоторые моменты в истории, то у священнослужителей накопилось множество вопросов. И решить их в рамках одной лекции все-таки не удалось. Выпускника Донской духовной семинарии ждут еще раз. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, Марья Анна Баштовая, телестудия «Дон православный». Поддержка семьи, экологическое благополучие, помощь социально незащищенным слоям населения и многое другое. Лучшие социальные проекты Юга России 2016 года обсудили в Донской столице. Создать единую дискуссионную площадку, которая способна вырабатывать эффективные решения для реализации социальных практик – такова главная цель журнала «Эксперт Юг», который вовлекает в проект социальной инвестиции Юга России представителей фондов НКО, власти, бизнеса и СМИ. Собирается сообщество по интересам, начинает решать социальную проблему. И ничего ему не надо. И ни кем оно не управляется, и ни кем оно не проплачено. Они просто собираются и начинают, не знаю, бегать. А потом начинают организовывать школы бега. А потом у нас почему-то садовую перекрывают и бежит существенная часть города. А оказывается, что по результатам собираются деньги на лечение больных детей. Понимаете? И начинают происходить вещи, которые у обычного чиновника, они просто вызывают чувство глубокого недоумения. Просто что происходит. По словам Владимира Козлова, социальных проектов очень много. Однако российские СМИ не привыкли их замечать. Часто отсутствует понимание, как работать с этой тематикой. Однако существуют и положительные примеры. У нас периодически выходят публикации, посвященные и социальному бизнесу, и социальным проблемам. В том числе профилактике заболеваний, наркомании и прочего. В принципе, есть даже журналист, который специализируется именно на таких темах, и другие не верят. К слову, социальный отдел Ростовской надонной епархии также принял участие в конференции. «Предотвращение, спасение, помощь» – так звучит девиз всех спасателей России. Их ряды пополнили почти 400 новых курсантов Ростовского колледжа противопожарных и спасательных служб. В торжественной обстановке молодые люди и девушки перед лицом профессорско-преподавательского состава и своих родителей произнесли обещания юного спасателя. Еще 8 лет назад на торжественной церемонии принятия присяги было чуть больше 20 человек. Сегодня здесь 380 курсантов из Милеровского, Татцинского, Целинского, Ростовского, Обливского и еще 12 классов филиалов. Это мероприятие мы проводим уже традиционно. В течение учебного времени ребята, которые занимаются у нас по программе первоначальной подготовки спасателей, они принимают эту присягу и гордо несут звание курсанта и студента. Мы должны помогать своим ближним. Бывает, когда человеку нужна какая-то помощь, а мы проходим мимо. И очень важно, чтобы человек, если он выбрал такой профессии, он относился к этому не как к работе, а именно как по жизни он был и имел спасательность. Как благословение икона святого великомученика Георгия Победоносца для каждого класса филиала. В 2017 году аттестацию пройдут более 100 курсантов. Стоит отметить, что студенты, получившие удостоверение спасателя, по большей части остаются в профессии. Русские и украинцы устали от постоянных распорей. Информация о боевых действиях на территории юго-востока Украины не способствует восстановлению гармонии в отношениях, а скорее подливает масло в огонь. Чтобы доказать, что нет никакой ненависти между двумя братскими народами, жители двух стран устраивают хоровые флэш-мобы на железнодорожных и автовокзалах. Поют любимые всеми песни на украинском и русском языках. Волна докатилась и до Донской столицы. Привычный вокзальный гул – стих. В центре внимания казак Оксайского юрта Черкесского округа Владимир Маслаков. Его подхватывают десятки голосов. Песня известна каждому жителю страны. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Место для проведения флэш-моба выбрано не случайно. Впервые хор зазвучал на вокзале в Запорожье. Пели главную тему из кинофильма «Весна на Заречной улице». Так талантливая молодежь решила поздравить земляков с 60-летием картины, многие сцены которой снимались именно в Запорожье. Не обошлось без нареканий. Некоторые увидели в песне политический подтекст. В адрес организаторов даже пошли обвинения. Дескать, слишком русские настроения у запорожской молодежи. Подобные высказывания и стали трамплином для флэш-моба. С тех пор на вокзалах Украины и России звучат песни в поддержку дружбы между братскими народами. Одесса, Тирасполь, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Хоровой флэш-моб добрался и до Ростова. Здесь песни звучат и на украинском языке. Сначала было чуть-чуть неловко. Все-таки я привык к концертам, когда люди собираются. Но потом посмотрел, почувствовал, что люди уже настроены. Даже те, кто окружающие, хорошо. Но я чувствую, что это надо. Надо. И люди удивляются в хорошем. У них пробуждается сердце, когда они, бывает, не ожидают. Раз и услышат хорошую игру, песню. Вот основной, я думаю, мотив, который привел сюда этих людей, что Украина и Россия – это один народ. И как бы ни пытались наши, так сказать, как наш президент говорит, партнеры, а я скажу в кавычках, западные и заокеанские, нас разъединить, у них это не получится. Хоровой флешмоб – это возможность не докричаться, а пропеть о своем желании жить в мире. Еще один способ доказать, что русские и украинцы – единый народ. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон православный». Воспитательные элементы в высшей школе. Именно эта тема стала главной во время встречи ректора ДБТУ в Бессаренном месте с участниками Межвузовского студенческого объединения «Синергия». В мероприятии приняли участие студенты разных вузов, входящих в состав «Синергии». Это ДГТУ, ЮФУ и РГУПС. Собравшиеся смогли задать интересующие их вопросы не только в контексте вузовского образования, воспитания, просвещения, но и поговорить о личном. По словам Бессариона Месхи, ДГТУ пока что единственный вуз на юге России, который вводит преподавание духовно-нравственных дисциплин в учебный план для студентов вне зависимости от их специализации. В ходе встречи Бессарион Месхи лично поддержал студенческую инициативу по продвижению проекта «Синергия» и отметил важность дальнейшего его развития, оформления его юридического статуса и как внутривузовской структуры, и как некоммерческого объединения. Личный дневник больного и урна с прахом. В арт-центре «Макаронка» открылась необычная выставка «Муэрте» художницы Фантлерой Даг. Экспозиция включает в себя около двух десятков экспонатов и демонстрирует не слишком светлый конец жизни известного мультипликационного персонажа. На выставке побывала моя коллега Анна Глебова. Выставка «Муэрте» открывается ровно в 19.00. Ни минутой позже, ни минутой раньше. Исполнение от и до на все 100%. Основной принцип работы художницы под странным псевдонимом Фантлерой Даг. Главный герой – мультперсонаж Багс Бани, рожденный в муках творчества специалистов в студии Warner Brothers в 1938 году. Мне нравится то, что она мыслила именно как проект. Она создала историю про Багса Бани, который болен Альцгеймером, который происходит уход из его жизни. Она придумала определенные обстоятельства, она придумала какие-то сюжетные повороты. По версии художницы, невозмутимый и находчивый Багс Бани к своим 78-м годам серьезно болен. У него нет памяти, он знает, что должен покинуть этот мир. Им то владевает паника, то смирение перед неизбежностью. Об этом повествует дневник мультгероя, написанный на английском языке по всем правилам потери памяти при болезни Альцгеймера. Итог – смерть. Как символ урна с прахом, любимого с детства персонажа. Своё прошлое и детство уже забывается, какие-то моменты из моей памяти улетают. Как бы мы не хотели это запомнить, тем не менее. И болезнь Альцгеймера – это болезнь о потере памяти, собственно говоря. Сначала кратковременной, ну а далее уже и всей истории твоей жизни. И поэтому я всё это связала. Багс Бани, моё детство, всё забывается о болезни Альцгеймера – смерть. Здесь 22 экспоната и личный кабинет мультяшного кролика. Его кресла, стикеры, написанные то в агонии, то в здравом уме. И тот самый дневник, который художница создавала около года. Очень интересно, особенно вот эта идея с книгой, мне очень нравится. То есть здесь вот эти фотографии, картинки. Ну, как-то в каком-то роде, как комикс листа, или какую-то историю. Не могу сказать, что угнетающе, но я пока не понимаю, почему всё в черно-белых томах сделано. Она прощается со своим героем любимым. И для неё это... Ну, грустно, может быть. Выставка, она потрясающая. Я прям ждала этого Багс Бани, вот такой интерпретации. И прям удовлетворили полностью все мои фантазии о Зайце. На этом не самый мой любимый герой у Акмы. Раздражал очень сильно. По словам фаунтлируй Даг, смерти она не боится, но и культа из неё не делает. Смерть неизбежна как для людей, так и для плодов фантазий, творческих личностей. Полистать дневник мультяшного персонажа можно до 25 декабря в арт-центре «Макаронка». Причём бесплатно. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон православный». Нашу программу продолжит рубрика о творческих людях. Талант «Дар свыше». Я православный человек, и я благодарен Богу за то, что у меня есть на сегодня, за то, что у меня даёт силы заниматься любимым делом в плане творчества, заниматься любимым делом в плане работы. Мой выбор пал на музыку. Совершенно случайно, неожиданно. И где-то 6 лет назад так было. И до сегодняшнего дня до сих пор я очень плотно этим делом занимаюсь. Сначала это было разучивание произведений по нотам, естественно, чужих других композиторов. А потом перешло в то, что я хотел уже попробовать что-то своё сделать. Потому что творчество всё-таки, это человек от себя что-то даёт. И начал, собственно говоря, писать. Начинать писать музыку. У меня появилась небольшая цель написать альбом с исполнителями рэпа, с людьми, которые занимаются поэзией в нашей стране. По итогу трёх лет работы в общем, получилось записать 18 композиций с различными представителями тех творческих направлений современных. Ну и выпустить, в общем, альбом в сеть, в интернет. На сегодняшний день я занимаюсь в плане работы тем, о чём мечтал заниматься. Тем, чем мечтал заниматься. Это работа в сфере авиации, военной. Я работаю, в общем, на одном из самых крупных предприятий в России. Это предприятие называется «Росвертул». Производим боевые вертолёты. И реально я понимаю, что попасть мечтал на эту работу. И музыкой мечтал заниматься. И слава Богу, то, что так получилось, что у меня всё это появилось. И на этом наш выпуск завершён. Вся информация доступна на сайтах rostoveparchia.ru и dmdefisportal.ru С вами был Андрей Росли. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин